Здравствуйте! Радиостанция РБМ-1 использовалась во время Великой Отечественной войны. Кратковолновая радиостанция, но еще не имеет однополосной модуляции, а работает только в амплитудной модуляции и телеграфом. Об этой радиостанции я расскажу вам в своем видео. Итак, радиостанция РБМ-1 состоит из двух блоков, собственно сам прием-передатчик и упаковка с источником питания. Естественно также различные антенны с этой радиостанции вместе использовались. Самая маленькая антенна, штыревая, находится внутри упаковки с прием-передатчиком, а антенна дипольная и антенна в виде мачты транспортировались отдельно от этих двух блоков. Серийно выпускалась эта радиостанция начиная с 1942 года. Первая версия ее немножко отличалась от этой, а в 1943 году эту радиостанцию переделали и в последующие все выпуски ее были очень похожи на радиостанции 1943 года. Конкретно вот этот экземпляр 1953 года, уже конечно после военного выпуска, но все равно имеет такую же конструкцию как и радиостанции 1943 года. Естественно эта радиостанция полностью ламповая, она предназначена для работы только из полей, поэтому питание ее было батарейное. Для питания использовалось два варианта источников. Первый вариант это накальная батарея, аккумулятор сдвоенный 2 NKN24, то есть емкостью 24 ампер часа, который питал цепи накала ламп. И анодная батарея состояла из трех батарей БАС-80. Это сухая анодная батарея, одноразовая, не перезаряжаемая, выдавала 80 вольт. Их соединяли последовательно, в батареях были отводы. Сначала использовалась не вся батарея, пока она свежезаряжена, потом по мере разрядки батареи подключалось все больше и больше элементов. Второй вариант питания это место анодной батареи БАС-80, состоящей из трех таких элементов. Использовался еще один аккумулятор 2 NKN24 и вибропреобразователь. В любом случае источник питания располагался вот в этом контейнере. Радиостанцию переносило два бойца. Один нес сам прием-передатчик, второй нес источник питания. Прием-передатчик весит около 13 кг. Источник питания от 14 до 16 в зависимости от видов батареек, которые помещены в эту коробку. Прием-передатчик соединяется с источником питания вот таким вот кабелем с многоконтактными разъемами, по которым передаются все необходимые напряжения. На коробке с источником питания есть разъем снаружи для подключения этого кабеля. На прием-передатчике разъем для подключения этого кабеля находится на передней панели под верхней крышкой. Внутри ящика с источником питания находится еще небольшая деревянная коробка с запасными лампами и осветительными лампочками. Открываем ее, видим там набор ламп. Здесь лампы как для приемника, так и для передатчика. Батарейные лампы с двухвольтовым накалом. Лампы тех времен, конечно, очень необычные, красивые, все крашеные, непрозрачные, не то что более поздние 60-70-х годов лампы. Красиво посмотреть на все это. Уложены они аккуратно, каждая лампа в свою ячеечку, ячейки мягкие, тряпочные. И сверху все это прижимается тоже мягкой крышкой. И накальный аккумулятор, и анодная батарея, или второй аккумулятор, и виброприорезователь размещались здесь. И для отделения их друг от дружки еще использовалась такая деревянная перегородка. Теперь самое главное, самое интересное. Диапазон частот рабочий этой радиостанции от 1,5 до 5 мегагерц. разбит на два поддиапазона. 1,5-2,75 и 2,75-5 МГц. Выходная мощность передатчика всего 1 Вт. Существовала еще модификация радиостанции под названием РБМ-5 с 5-ваттным выходным каскадом, отличался другим типом лампы и немного схемой выходного каскада. Все органы управления и разъемы сосредоточены на одной поверхности корпуса приема передатчика. Эта радиостанция комплектовалась тремя типами антенн. Самая простая, самая быстрая в развертывании антенна, естественно обеспечивающая самую маленькую дальность, это антенна штырь. Антенна находится в крышке приема передатчика. Состоит она из нескольких элементов и нагрузочной емкости на верхнем конце, то есть звездочки. При использовании такой антенны развертывание радиостанции выглядело примерно таким образом. Устанавливалась радиостанция, подключался к ней источник питания, извлекалась антенна из верхней крышки приема передатчика, собиралась антенна из нескольких элементов, устанавливалась на нее звездочка, и антенна соединялась к антенному изолятору на верхней панели приема передатчика. При использовании такой простой антенны, заявленной в описании к радиостанции дальность связи 10 километров при работе в амплитудной модуляции телефоном и 15 километров при работе телеграфом. Второй тип антенны, которым комплектовалась такая радиостанция, это диполь из двух лучей по 17 метров. Каждый луч имел перемычку, которую можно было отключить, и тогда длина рабочей части луча становилась 10 метров. Эти лучи располагались горизонтально, если, например, радиостанция лежала на земле, то два луча располагались в разные стороны и получалось таким образом диполь. Высота подвеса лучей рекомендовалась 1-1,5 метра, то есть очень низко над землей. В случае необходимости луч, который подключался к антенному изолятору, а не в качестве противовеса, можно было располагать под наклоном дальний конец от радиостанции, закрепив, например, за дерево. С такой дипольной антенной дальность радиосвязи, заявленная в описании, 17 километров при работе телефоном в амплитудной модуляции и 35 километров при работе телеграфом. Третий тип антенны, которым комплектовалась эта радиостанция, это мачта длиной 7 метров, наверху которой расположена тоже ямкостая нагрузка, то есть звездочка. Эта антенна использовалась как вертикальный излучатель с радиальными противовесами. Около мачты располагалась радиостанция, проводник вдоль мачты подключался к антенному изолятору и наверху мачты к звездочке. И противовесы, подключенные к клемме противовесной радиостанции, располагались радиально от центра этой мачты. Мачта имела два яруса растяжек. При работе на эту вертикальную мачту в антенну дальность радиосвязи, заявленная в описании, 30 километров при работе амплитудной модуляции телефоном и 50 километров при работе телеграфом. Конструкция радиостанции монтаж весь выполнен по классической компоновке для ламповой техники. Это металлическое шасси в котором установлены ламповые панельки, различные крупные компоненты, например, катушки индуктивности, контура, трансформаторы, конденсаторы. И в нижней части этого шасси, то есть в подвале, расположен весь монтаж, мелкие элементы, соединенные навесным, так скажем, монтажом с лампными панельками и прочими крупными компонентами. В радиостанции есть один кварцевый резонатор, он съемный на панельке, он использовался для работы кварцевого калибратора. Калибратор через каждые 500 килогерц давал несущую, на которую можно было настроить радиостанцию, проверить калибровку шкалы. В отличие от почти всех более современных радиостанций любого назначения, эта радиостанция собрана не по трансиверной схеме, а имеет независимый приемник и передатчик в одном корпусе. Передатчик этой радиостанции собран на трех лампах, задающий генератор, усилитель мощности и модулятор для работы амплитудной модуляции. Приемник собран на шести лампах и по тому времени это очень продвинутый приемник, это супергетеродин с одним преобразованием частоты, ПЧ равна 460 килогерц. В то время очень много приемников делалось в виде схемы прямого усиления с регенеративным каскадом. И супергетеродин по тому времени это было уже очень неплохо. При работе в амплитудной модуляции одна из ламп приемника выполняла роль амплитудного детектора при работе с телеграфом, и эта лампа работала как телеграфный гетеродин. Поскольку радиостанция не выполнена в виде трансивера, а имеет независимый приемник и передатчик, то и органы управления у них практически все независимые. Есть настройка антенны плавная и грубые два переключателя, но в основном они настраивают антенну для передатчиков. У приемника подстройка антенны отдельная ручка. Ручки установки частоты приемника и передатчика абсолютно независимые. Две ручки, два индикатора. Индикация частоты. Через увеличительное стекло мы видим механическую шкалу. Причем на шкале есть две градуировки для первого под диапазон и для второго. И когда мы переключаем под диапазон, тоже они независимо переключаются для приемника и для передатчика. Когда мы переключаем под диапазон, и помимо того, что происходит коммутация в схеме, передвигается еще шторка, которая закрывает нам часть шкалы. В качестве оконечного низкочастотного устройства, как его уже позже стали называть, использовалась микротелефонная трубка с угольным микрофоном и наушником и кнопкой включения передачи и обычные наушники, то есть головные телефоны. Трубка подключалась к разъему на передней панели, аналогичному по конструкции как разъем для подключения источника питания. Для подключения наушников обычная двухконтактная розетка. Такая же розетка для подключения телеграфного ключа. Микротелефонная трубка имеет вот такой вот внешний вид. Эта трубка уже более современная, но с радиостанцией используются примерно такие же трубки, очень похожие. Почему она называется микротелефонная? Многие современного поколения люди наверное не знают, трубка такая называется микротелефонная не потому что она маленьких размеров, а потому что в ней есть микрофон и телефон. Да-да, вот эта штука в которой мы говорим называется микрофон, а штука из которой мы слушаем называется не наушник, а телефон. Вот это собственно есть телефон, на нем сзади есть маркировка. Например у этого ТК-67, что означает телефонный капсюль. Микрофонный капсюль использовался конечно же угольный, немножко не такой, у меня здесь более современный микрофонный капсюль, но смысл от этого не меняется. Тоже угольный микрофон, других тогда практически не использовали в переносных радиостанциях. Два независимых трехсекционных конденсатора переменной емкости для установки частоты приемника и передатчика. Каждый конденсатор со своим вернером. Вернер механический с зубчатыми передачами. Для точной установки частоты собственного передатчика на частоту собственного приемника в радиостанции предусмотрен режим градуировка. Как это использовалось? Например, мы настроились приемником точно на частоту центральной радиостанции сети. И теперь, чтобы настроить собственный передатчик на эту же частоту, включаем режим градуировка, нажимаем кнопку передача и настраиваем передатчик с помощью ручки настройки на частоту собственного приемника. Когда мы настроимся точно, то мы услышим тон биений. По тону биений и настраиваемся. В этом режиме, несмотря на то, что нажата кнопка передача, в передатчике работает только задающий генератор, выходной каскад усилительный не работает, сигнал в антенну не поступает, а принимается только собственным приемником. На передней панели есть переключатель режима работы всей радиостанции. Он как раз включает. Работает радиостанция в телефонном режиме, в телеграфном режиме или в режиме градуировка. Для настройки антенны в радиостанции есть индикаторная лампочка на передней панели и кнопка, которая включает эту лампочку. Красивые конструкции прошлых лет, ламповые панельки, проводки, уложенные в жгуты, навесной монтаж, конденсаторы КСО, резисторы ВС. Катушка индуктивности выходного каскада передатчика с множеством отводов, которые переключаются галетником на передней панели, тоже выглядит очень красиво, имеет большие размеры. В основном радиосвязь с помощью таких радиостанций велась наземной волной, то есть кратковолновый диапазон не использовался для того, чтобы связываться с помощью отражения от ионосферы на большие расстояния на сотни и на тысячи километров, а использовался для связи поверхностной наземной волной на небольшие расстояния. Как я вам уже сказал, дальности связи десятки единиц километров. Даже наоборот, в темное время суток, когда появлялось на низкочастотных диапазонах дальнее прохождение, дальность связи и качество связи ухудшалась, так как приемник начинал принимать помимо местных сигналов, еще и дальние сигналы, которые являлись для него помешанными в данном случае. Ни одного полупроводникового прибора, не то что транзистора, ни одного диода полупроводникового в конструкции этой радиостанции нет, только электровакуумные приборы усилительные и пассивные элементы индуктивности, емкости и резисторы. В наши дни, конечно, такая радиостанция для практических целей неприменима. Но интересный музейный экспонат. К сожалению, этот экземпляр пока находится не в работоспособном состоянии. В основном все компоненты на местах, даже есть запасные лампы. Надеюсь, найдется время заняться восстановлением работоспособности этой радиостанции. Было бы интересно ее испытать в действии и ощутить, как все это работало в те самые времена. В память о радистах Великой Отечественной войны посмотрите, пожалуйста, еще одно небольшое видео по ссылке. Мой рассказ о радиостанции РБМ-1, выпускавшейся с 1942 года и использовавшейся во время Великой Отечественной войны закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире с различных радиостанций, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте. Здесь был Алексей Игонин. До свидания.